В этом году какая-то интересная ситуация произошла с выборами. Если человек говорит, не голосуйте, не ходите на голосование, то этого человека могут судить по статье «Экстремизм». Это вообще такая новинка, потому что раньше можно было это говорить. Я не пойду, я не хочу, и вы не ходите. То есть пропагандировать это можно было. Сейчас за это уголовное наказание. Выглядит это весьма как бы странно. Еще хочу сказать, что новшествами является то, что открепили людей от места проживания, и теперь их отправляют голосовать, бюджетников, отправляют голосовать по месту их работы. Если человек голосует на том месте, где он работает, то руководитель может всегда проследить, пришел он или не пришел. Если человек голосует по месту своего жительства, то никто этого не может знать. Ходил на голосование, не ходил. Результат только потом выявляется, был человек или не был на голосовании. Но управлять человеком невозможно. А если руководителю дали задание сверху обеспечить определенный процент голосовавших, то тогда, конечно, людьми можно управлять. Я лично знаю такие примеры. Мне говорили руководители бюджетных организаций, когда им просто сверху спускали и говорили, вот, дескать, надо и все. И человек собирал своих подчиненных, говорил, надо и все. Еще такой любопытной вещью является то, что в этом году за нами установлена уже слежка сотовыми компаниями. И если мы уезжаем с места своей прописки, то начинаем мы получать приглашение прийти на выборы уже не по месту прописки. Вот в прошлом году, вернее, на прошлых выборах, там, Государственную Думу, на выборах президента этого не было. Это такая тоже новиночка, которая свидетельствует о том, что нас, ну, во-первых, контролируют, а во-вторых, пытаются нас завлечь на выборы. Зачем мы им нужны? Вот вопрос, да, вот мне задали вопрос, а почему нас туда заталкивают? Зачем это все делается? Ну, на первый взгляд, кажется, что если люди не пойдут на выборы, то выборы будут нелегитимны. Но, однако, нет. В 2008 году был подписан президентом УК, согласно которому совершенно не имеет значения, сколько людей пришло на выборы. Вот интересно, да? Я думаю, что не все это знают. Но вот это такой любопытный факт. То есть, если от всего населения страны, например, пришли проголосовать, ну, скажем, 10 процентов, или там 10 человек, то это не важно. То эти 10 человек будут, так сказать, их решение будет признано законным. И эти 10 человек могут выбрать там президента или депутата. Интересно, да? Мнение большинства неинтересно. Потому что, если, например, люди не приходят на выборы, о чем это говорит? О том, что они не доверяют этой власти. Вот о чем это говорит. И вот власть говорит, ну, не доверяйте, да и не надо. Не приходите, да мы без вас тут. Сами придем, чиновники сами придут, потому что чиновник и человек подчиненный. Чиновник придет и все. И проголосует. Один чиновник, второй, третий, пятый, десятый. Вот так они и наскребут там. Сколько-то процентов, 10 процентов населения наскребут и все. Вот. И таким образом власть расписалась перед населением в том, что мнение населения ей неинтересно вообще-то. Можете ей не приходить, можете ей не голосовать. Мы сами тут выберем сами себя. Но перед этим стоит вспомнить, что было еще такое. Из бюллетеней убрали против всех. То есть голосует только за тех, кого мы вам предложили. Избирком, конечно, это фильтр, который не подпускает неугодных. Ну, я приведу пример Навального. Я абсолютно не за Навального. Для меня, что Путин, что Навальный все едино, потому что это буржуазные представители, представители буржуазии. Вот. Но тем не менее, вот показатель, значит, избирком не подпускает. То есть есть определенные какие-то механизмы, которые всех подряд не подпускают. Плюс, чтобы стать кандидатом президента или депутатом, нужно быть богатым человеком. У нас сейчас не Царское время и не Советский Союз, когда рабочие крестьяне могли попасть. Даже в Царскую Думу могли попасть крестьяне. Представьте себе, крестьяне в лаптях Первого и Второго Государственного Думы ехали в столицу. И они выбирались у себя на селе, в деревне, в сельскую общину и отправлялись в качестве депутата говорить о том, что нужно крестьянам. Вот такая была демократия при царе. Сейчас это невозможно. Вы можете открыть доходы депутатов, например, того же журнала Forbes. В Forbes есть русская версия. И там вы прочитаете, какие у нас доходы у депутатов. Достаточно сказать, что наши депутаты получают по 400 тысяч зарплаты, плюс они имеют еще всяких помощников. В этом году число помощников до 7 увеличено. Соответственно, расходы, которые увеличились в этом году на содержание Государственной Думы, они потрачены не напрямую на зарплату, а на такие околозарплатные вещи, которыми пользуются депутаты. Потому что разговор о 800 тысячах рублей у депутатов государственной Думы вызвал такой пласт протеста и возмущение у населения. При минимальном прожиточном уровне 9-10 тысяч рублей, да, такая безумная зарплата, но это просто гнев народа был бы точно обеспечен. Поэтому сделали по-хитрому увеличение бюджета на Государственную Думу, начали тратить на другие околодепутатские дела. Так, например, в этом году расходы на Госдуму будут превышать 10 миллиардов рублей. То есть, понятно, что избранники народа, так сказать, избранники народа, они очень далеки от народа по своему уровню жизни. Где народ и где избранники народа, им оттуда с их олимпа не видно вообще, как существуют, существуют именно неживот представители народа. Вот так вот, в связи с тем, что вот такая странная ситуация складывается, что-то нас туда загоняют в эти выборы, почему-то мы не можем сказать, не пойду на выборы, не хочу пойти, и вы не ходите. То есть я могу сказать, что я лично не пойду, это мое личное мнение, я могу сказать такую вещь, никто меня за это не накажет. Но если я скажу, и вы со мной не ходите, то тогда меня уже накажут, вот в чем разница. А как бы лично свое мнение, но мы можем это выражать, не пойду, не хочу, лень, не верю, ну и всякое такое. Но агитировать вместе с собой не ходить мы не можем, не имеем права. И вот это очень интересно, то, что нас лишили права высказывать свое мнение по поводу предстоящих выборов. Зачем мы им нужны? Вот вопрос. Зачем? Ну, попробуем с вами ответить на этот вопрос. Значит, для того, чтобы понять, что хотят люди, когда они требуют что-то от вас, да, нужно задать такой вопрос. Что случится, если мы не пойдем на выборы? Что случится, если мы будем пропагандировать не ходить на выборы? И что не случится, если мы будем молчать? Вот что произойдет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте попробуем просегментировать рынок избирателей. Из каких сегментов состоят сегодня избиратели наши, которые пойдут или которые там не пойдут, потенциальные или реальные? Ну, вот представим, вот так все квадратиком поставлю, все население страны. Что сегодня у нас произошло в стране? Вскроем контекст, да, в котором существует население страны, информационный контекст. Что у нас произошло? У нас произошел всплеск населения, активности населения, которые говорят о Советском Союзе. Вот я их обозначу так, красным полосом. Эти люди заговорили очень открыто о том, что за 26 лет им стало понятно, что мы живем в капитализме, и этот капитализм привел к классовому обществу. У нас есть миллиардеры-олигархи и есть трудящиеся, которые вообще-то нищие. Минимальный прожиточный минимум, это за эти деньги прожить нельзя, это значит просто умереть от голода. И прозвучало уже такое даже из уст президента о том, что ай-яй-яй, как нехорошо, что у нас такие низкие зарплаты, это такого не должно быть, когда работающий человек нищий. Поэтому четко уже звучит классовое общество, есть богатые и есть бедные. Итак, это люди, симпатизирующие Советскому Союзу и социализму. В этой части людей выделились люди, коммунисты, но не КПРФ, коммунисты, которые сказали, вот так я их обозначу, это будут коммунисты, которые сказали, что СССР существует, референдум 91-го года никто не отменял, до юра мы живем на оккупационной территории Советского Союза. Эти слова сказала Хабарова, эти слова были отправлены в ООН, Эти слова, спустя, значит, она об этом сказала сразу, еще в 91-м году начала об этом говорить. Эти слова подхватил спустя много лет Федоров, депутат Единой России, и это было сказано тоже несколько лет назад в Государственной Думе, и сказано, что все принадлежит иностранцам, 90% недр промышленности банка принадлежит иностранцам. То есть мы оккупированы Западом. Под этим лозунгом Федоров хотел принять новую конституцию для расширения, предлагал людям принять новую конституцию для расширения прав президента. Политика была такая, царь хороший, бояре плохие. Бояре это петка ООН, значит, чтобы с ней бороться, нужно новую конституцию. Но принятие новой конституции, естественно, понимаете, уберет референдум 91-го года, который говорит о том, что мы живем на территории оккупированного Советского Союза. И эти люди стали говорить об этом. Интернет стал наполняться. И многие люди, которые жили в Советском Союзе, они являются очевидцами этой жизни. Они знают, что в этой жизни все были равны, не было нищих и богатых. Эти люди стали говорить о Советском Союзе и о восстановлении советской власти. Другая часть людей у нас, она четко выступает за капитализм. Сюда относятся малый, средний бизнес. Бизнесмены, они за капитализм. Они эксплуатируют других людей, им социализм не нужен. Значит, здесь тоже, вот так я обозначу, значит, часть людей, которые очень четко это понимают, которые четко говорят, я за капитализм. Часть людей, ну, а так знаете, под вопросом, эта часть людей не очень как бы осознает, что она за капитализмом. Я обозначу так. Вот часть людей осознающих, вот это осознающие, и здесь тоже, вот эта часть людей тоже осознающие. Это люди, осознающие свою политику, что они хотят. А вот часть людей не очень осознает, что хотят. То есть они как бы симпатизируют. Но ими легко управлять, вот этими людьми. Они как бы качаются, не очень хорошо понимают. Вот. Если нарушено критическое мышление, то этими людьми легко управлять. Вот этими нет. Они четко знают принципы социализма. То есть когда КПРФ говорит о том, что они коммунисты, при этом включают в свою программу частную собственность, вот эти осознающиеся коммунисты и некоммунисты, здесь и некоммунисты, это, скажем так, советские люди, вот эти люди, их не провести. Они очень хорошо знают, что такое социализм. И поэтому они на КПРФ говорят, что вы оппортунисты. Их обмануть невозможно. Но часть людей, которые симпатизируют социализму, они не очень хорошо понимают ситуацию, у них плохо с критическим мышлением. В частности, я хочу сказать, что это результат длительного пребывания в компьютерах. И в результате информационной боли людьми, когда все подряд смотрят, внешняя зона наблюдения у человека нарушается. Они, знаете, вот им туда все падает, они там сами домысливы, деконструируют. Они легко управляемы. Они вроде бы и за, но им легко управлять. И вот на них именно направлена реклама. И вот этими людьми легко управлять. Вот у них нет разницы, КПРФ, Хабарова, Попов есть тоже такой, которые тоже, это коммунисты, которые понимают, что КПРФ не коммунисты. А у этих людей все каша в голове. И поэтому вот сюда они, для них Грудинин является проводником в СССР. Что на самом деле таковым не является. Но они этого не понимают. Вот на них рассчитана эта реклама. Почему Грудинин не является проводником в СССР? Потому что он очень четко стоит на позициях капитализма. Он говорит о поддержке малосреднего бизнеса, он говорит о поддержке олигархов, которого ввели деньги за рубеж, обещает им гарантии их кладов и зовет их обратно, верните свои деньги, не уводите их за рубеж. Вот его опора. Малосредний бизнес олигархи еще предлагает, естественно, на деньги повышение зарплаты в армии. Ну понятно, чтобы обладать властью, значит, нужна армия. Вот его сектор. И он четко говорит о рыночной экономике, о трансформации такой переделки немножко капитализма с добавлением плановой экономики, показывая на примере скандинавских стран. Ну скажу так, вот этот плановый капитализм, нам рассказывали о нем в 80-х годах, когда я училась в университете на кафедре экономической географии. Полное вранье нам рассказывали про Америку, что у них там плановое ведение хозяйства, что у них сложные отрасли периодически государство выкупает, подтянет, потом опять продает. Ну в общем, и не рассказывали о том, что у них кризис, о том, что у них нищета есть. Это про это не рассказывали. То есть нам преподносили тогда Запада, вот так обрабатывали студентов, как будто там прям такой вот капитализм. И я такое впечатление становлю, что они там лучше живут, чем мы. Вот так вот нас лихо обрабатывали. И вот это то, что сегодня Крутине тут рассказывали, мне так сильно напоминает, вот то, что нам тогда и Горбачев рассказывал, и Ельцин рассказывал, дескать, вот мы вот смешаем вот тут чуть-чуть социализма и возьмем плановость социализма, вот тут вот капитализм, вот этот вот суррогат, и мы уже проходили это. Вот молодежь с этого не знает, но мы-то это проходили. И капитализм, он и в Африке капитализм, и даже в развитых капиталистических странах есть бедные люди. Но для того, чтобы там не было революции, там закармливают эти страны. И эти страны, которые являются лидерами капитализма, они на верхушке сидят. Они именно поэтому богаты, что низы нищие, периферия нищая. Об этом еще Ленин написал, что это страны-паразиты, которые будут паразитировать. Паразитизм не может жить без донора. И рассказывать нам, стране, донору, о том, что мы, доноры, будем жить хорошо, в капиталистической системе, в мировой, ну это смешно. Но, тем не менее, некоторые люди в это верят, и поэтому вот часть населения, которая вот вроде симпатизирует, да, капитализму, она вот тут вот попала, вот сюда. Вот осознающие, кстати, капиталисты, да, вот эти, осознающие про капитализм, они тоже делятся на две части. Их тоже можно поделить на две части. Одна из них за Грудинина, а вторая за Путина. Значит, Путин. Это, вы знаете, некая стабильность вообще-то для людей. Он уже правит много лет, и как бы люди понимают, как они с ним жили, и к нему тоже очень много симпатии у ряда населения, у ряда людей, у части населения. Значит, они говорят, у него великолепная внешняя политика. Чем он нравится? Тем, что на него нападает Запад. Но если вы посмотрите, что происходит у нас с внешней политикой, мы торгуем нефтью, газом, и больше ничего нет. Ну, черный цветный металл, да, который тоже выводится на Запад. Так вот, попытки шантажа газа Путина, они заканчиваются, ну, во-первых, войной в Сирии, потому что Сирия не разрешает проводить газопровод, она с нами дружит, а Турция разрешает, она с Европой дружит. И вот эти угрозы, мы вам Европе не дадим газа, если вы нас не очень сильно будете признавать, да, они заканчиваются, во-первых, Сирией, во-вторых, тем, что сегодня, откройте, посмотрите в интернете, как Польша начинает ориентироваться на норвежский газ, там есть газ в Норвегии, да, Голландия на норвежский газ планирует переориентироваться, и они говорят, за нас мы просто не доверяем. Нас отключали несколько раз, Европу, оказывается, несколько раз отключали в зимние сезоны от газа. И когда они это с ними делают, они начинают естественно искать другие пути. И вот в Норвегии есть газ, да, Германия идет на увеличение в два раза ветряков, до 65% электроэнергии будет получаться за счет возобновления их источников энергии. Ветряные станции ставят, и все нормально, все прекрасно, замечательно работает. Кстати, в Голландии тоже, там очень много этих ветряных станций. Ну, то есть, Европа ищет пути отказа от газа. И если Россия не будет продавать газ, то кому она будет продавать газ? Ну, тут Китай, конечно, кричит, который по очень дешевой цене у нас скупает газ, дешевле, естественно, чем Европа. Вот, он пользуется этим, ну, Восток хитрый, он пользуется теми вот этими конфликтами, начинает по дешевой цене скупать, и, значит, в услужение им, им отдается Дальний Восток на 50 лет в аренду. Ну, попробуйте их выгонить и после этого. То есть, по сути, там что-то не продажа земли идет. Китайцы оккупируют Дальний Восток. Ну, выгоните их оттуда через 50 лет. Это наши территории, наши земли. Вот до чего дошла эта внешняя политика. И кто же будет уважать страну, у которой вообще ничего нет? Эта страна-донор. И сколько нужно вообще здесь рук для того, чтобы выкачивать нефть и газ? У нас нет никакой промышленности, промышленность разрушена, она тут вообще никому не нужна. Мы страна-донор у паразитов. Поэтому не будем забывать, что Россия существует в большом мировой капиталистической системе. Она в ней существует. Это точно такая же капиталистическая страна, как и все остальные. Но капиталистическая система делится на паразитов и на доноров. Об этом написал Ленин еще в начале 20 века. Но у нас Ленина не читает, поэтому никто не понимает, что невозможно быть донору наверху. Опоздали мы к разбору, так сказать, хороших мест. Надо было родословную иметь хорошую. Там еще, вот в тех средних веков, вот там надо было иметь хорошую родословную. Для того, чтобы забраться в мировую элиту. Но сегодня познаватенько пришли к почечному разбору. Поэтому попытки говорить о том, что мы великая держава, ничего, мы не великая держава. И хвастаться самолетами, которые у нас летают над головой перед народом, а эти самолеты собраны из запчастей западных заводов, наши-то заводы уничтожены. Что хвастаться этим вооружением-то? Это только перед своим населением можно хвастаться. В Советском Союзе вооружение создавалось на обыкновенных заводах. Это была тайна, которую не могли разгадать американцы. Почему русские так много, мало денег тратят на свое вооружение? Оказывается, еще со времен Сталина было сделано так. То есть сначала, сразу, когда была индустриализация, строили заводы таким образом, чтобы основные узлы, которые будут использованы при сборке военных машин, они изготавливались, они одинаковые были. Что там на трактор, что на танк. Они были одинаковые. Поэтому, когда произошла оккупация Германии, части территории Советского Союза, заводы эвакуировались в Сибирь и продолжали выпускать. Военные это оборудование, пушки, танки, самолеты, они продолжали выпускать. Потому что гражданские заводы, они же и выпускали эти узлы. Надо было только сборкой заниматься. Поэтому в Советском Союзе очень маленький процент денег из бюджета уходил на вооружение. Это было неправда, что мы на это много денег тратили, которую намеренно раскрутили наши враги. Внутри враги, типа Горбачева, Ельцина и их прихвостней. Вернемся, значит, сюда, назад. Так вот, есть люди, значит, которые четко идут за Путиным. Они за капитализмом, четко идут за Путиным. А есть люди недовольные, которые им недовольны. И вот тут вот стоял Навальный. Товарищ Навальный у них стоял. Но Навального к выборам не подпустили. Значит, оппозиция, которая сидит в Думе, эта оппозиция, она все равно за Путина. Они все там дружно голосуют. Вот ярким примером являются биометрические паспорта. Все абсолютно проголосовали. Все, все партии, все. Вот они, биометрические паспорта, это отношение к нам, к народу. Это способ контролировать нас, нарушить наши гражданские права. Это нарушение всех прав вообще человеческих. К вам заглядывают чуть ли не в постель. Вас полностью контролируют. Вы просто под контролем находитесь. Все достижения права, свободы человека, они полностью нарушаются здесь. И все партии голосуют. Поэтому все они там, а-ля типа оппозиция, на самом деле все они за одно и то же. А вот другая часть олигархов, они недовольны Путиным. И Запад поддерживает. Товарища Навального они поддерживали. И поэтому есть еще вторая оппозиция, которая подпитывается тоже Западом и развозит вот этот вот шум. На самом деле идет просто война между двумя кланами олигархов. Между кланом Путина и его олигархами и Навальным, значит, которого тоже поддерживает Запад. И поэтому Запад, как только Навального тронули, там начинают все верещать. Хотя любопытные новости они, конечно, передают. Например, Радио Свобода опубликовала материал, в котором написала, что 9 миллиардов потрачено на различное вооружение, на машины для разгона демонстрантов. Там и краской поливают, и водой, и чем хотите. То есть вот это вооружение, которым вооружается Нацгвардия. То есть, по сути, это вот такая вот полиция, она создана для разгона демонстраций. То есть они готовы. Если что, они готовы. И вот Радио Свобода, она, значит, которая кричит о том, что у Путина нет никакого демократии, вот они вот это вытаскивают. И порой любопытно их почитать. Любопытно их послушать. Навального, как он рассказывает о олигархах, которые окружают Путина. Это очень интересно, для того, чтобы правду знать. Но на самом деле они там грызутся между собой. Естественно, результат будет передел рынка. И вот, когда Навального убирают, то вытаскивают Грудинина, который четко говорит о реформации капитализма. Четко. О ведении некой какой-то плановости в капиталистическую систему. Но он ни в коей мере не говорит вообще о Советском Союзе. Ни в коей мере. У него просто совхоз имени Ленина. И все. И вот на эту удочку клюют вот эти вот люди, которые симпатизируют как бы Советскому Союзу и в своей голове домысливают, докручивают, что якобы Грудинин здесь. И таким образом вот формируются вот такие активные части населения. И вот есть огромное население неактивное. Вот это вот они спят. А им все равно. У них жизнь здесь и сейчас называется. Им все равно. Это вот такое вот отсталое большинство, можно так сказать. И похоже, что их очень много стало, этих людей. Значит, эти люди вообще им все равно. Они не думают ни о каких выборах. Им просто вот лень туда ходить. Им это не надо туда ходить. Они не хотят. Итак, у нас есть люди, которые говорят, мы не пойдем на выборы. Это коммунисты. Хорошо сознающиеся коммунисты и люди, которые считаются советскими людьми, они говорят, у нас оккупация. А значит, люди, которые наемники, вся эта команда менеджеров, это гаутлятеры, которых назначили оккупанты. Они на них работают, на капитализм. И поэтому, если мы советские граждане, мы придадим свою родину, если мы пойдем за них голосовать. И они что, говорят, мы не пойдем. Вот эта часть, которая включилась в Грудинина и мечтает о возврате социализма, типа это мирный возврат социализма, они хотят идти на выборы. Если бы вот эта часть еще не включилась бы в Грудинина, вот так, да, то вот эта часть, которая бы говорила, мы не пойдем на выборы, она была бы больше. Значит, Грудинина мы ее раздробили. И между коммунистами тоже начинаются тут свои распри, даже уже внутри КПСР, КПРФ. А зачем мы связались с Грудининым? Потому что, когда они связались с Грудининым, на КПРФ набросились и сказали, ребят, вы оппортунисты, ваш кандидат вообще социал-демократ, он за капитализм, и вы такие. И тем самым имидж КПРФ затрещал прямо сейчас. Вот именно из-за него, из-за того, что его начали раскручивать, люди стали вытаскивать и говорить о том, что вот он, дескать, имеет отношение там с Западом. Ну, я не буду это цитировать, но то, что происходит вот раскол из-за него, это раскол. Как вы думаете, кому это все выгодно? Раскол даже вот в этой партии КПРФ. Но самое главное, что сейчас прозвучало, что КПРФ теперь получила имидж капиталистической партии. Вот это важно вот для этих людей. Так вот, если этот сектор начнет сильно голосить, то он занесет вот эти свои вирусы вот сюда, к этим спящим. И расскажет им, что... Расскажут им, что... Минимальный прожиточный минимум у нас 9691. Это минимальный прожиточный минимум, от которого начинает скакать. И пенсия, и зарплата. Так, пенсия минимальная. Пенсия у нас 8700. Что это такое? Минимальный прожиточный минимум. Ну, вот я вам сейчас переведу. Ну, например, вот заплатить за квартиру. За самую минимальную квартиру в Санкт-Петербурге это будет 4000 рублей за гостинку в каком-нибудь старом доме, бывшее общежитие, где кухня будет в коридоре. Вот за эту 20-метровку, за эти вот жуткие условия человек должен заплатить 4000 рублей. То есть, если у него была квартира, допустим, он пенсионер, он вынужден это продать. Переселиться в самую минималку за продать 4, у него останется 5600. Как можно прожить на 5600? Вот скажите, как? То есть, на самом деле, вот эта вещь, вот эта вещь является оружием массового, поражения, убийства людей. Люди не понимают вообще, что убивать людей не обязательно с пистолета стрелять. Убивать людей можно ядом. Полностью распространили генно-модифицированные продукты. Люди едят, едят, болеют, болеют и умирают. Это оружие массового поражения. Это химическое оружие. Можно убить зарплатами. Представьте себе пенсионеров с пенсией 8700 рублей. Значит, после 45 лет людей на работу не берут. Говорят, вы уже старый. И эти люди не знают, куда себя деть. Но когда они выходят на пенсию, они еще пытаются работать. На улицах там продают сувениры. Я вот видела людей. При этом я смотрю, что хорошие, теплые места в магазинах. Они заняты Средней Азией. Вот по большим городам. Питер сплошные универсамы. На кассах сидят. Я не знаю, кто они там. Узбеки, таджики или кто они. Но это Средние Азиаты. Русских там встретишь очень редко в этих универсамах. А это, в общем-то, теплое место работы. Зато я видела русских женщин, продающих сувениры. На улице стоят и продают сувениры. Вы представляете, в Питере зимой сувениры. А ну пойдите, попродавайте. Представляете, какой ужас. Полы моют в подъездах. Узбеки не моют полы в подъездах. Их мужчины водителями работают. Такси. Ты едешь в такси, он не знает, куда по городу ехать. А почему не русские там работают? Вот такая демографическая политика. Потому что президент сказал, что у нас открыты ворота. Так сказать, мы рассчитываем на мигрантов. Ну вот и получите своих мигрантов. А русские люди должны вымереть. Так вот, вот такой минимальный прожиточный минимум, за который голосуют избранники народа, получающий там огромные деньги, они на самом деле не избранники народа. Они паразиты на народе. Это буржуазия, которая паразитирует на трудящихся. А вот эту, вот это, минимальный прожиточный минимум, это и есть оружие массового поражения. Благодаря такому минимальному прожиточному минимуму, бизнесмены, собственники буржуазии, они дают нам вот такие грошовые зарплаты. Да и бюджеты тоже, извините, в бюджетных организациях тоже по 20 тысяч могут платить. Когда говорят о больших зарплатах чиновника, то надо разбираться еще каких чиновников. Не каждый чиновник много получает. Есть чиновники, которые очень мало получают. Ну так вот, вот эта зарплата минимальная, с этой минимальной пенсии, вот эта пенсия, это убийство. Я вам сейчас скажу, скольких человек. Значит, у нас в пенсионном фонде, в пенсионном фонде сейчас зарегистрировано, ну тех, кто платит, получают разные всякие пенсии, 42 миллиона человек, 42 миллиона 729 тысяч человек. Так? Я вам скажу, что это почти 30% населения. Но там разные пенсионеры. Среди них пенсионеры, которые вышли по возрасту. Этих 35 миллионов 555 тысяч, они по возрасту вышли. Из них 15 миллионов работает. Ну где-то около половины работает. Вы понимаете, что работает этот возраст 55 женщин, и там 60 мужчин, они работают. Но представьте себе, что человек, которому 70-75 лет, да, он уже работать не может. Ну, во-первых, его никто на работу не возьмет. Во-вторых, у него сил нет. То есть, если вот сейчас посчитать по возрасту пенсионеров, я не буду брать пенсионеров, которые получают по здоровью или по потере кормиться, хотя это тоже важная аудитория. Но вот если взять только вот по возрасту, то у нас 20 миллионов 296 тысяч, не работающих по старости, да, ну, считайте, 20 миллионов человек, попадают вот на такие пенсии. Это убить 20 миллионов, поставить их на голод. Вы понимаете, что на эти деньги прожить невозможно? Это оружие массового поражения для людей, которые родились и жили в Советском Союзе. Это они баламутят вот тут. Они помнят Советский Союз, они в нем жили, они знают, что референдум 91-го года никто не убирал, результаты никто не убирал. И поэтому надо быстро убрать свидетелей, уничтожить свидетелей Советского Союза. Считайте, что это печка, как в фашистском коцлагере, печка, и туда всех толпой, да? Вот их всех толпой, вот этой пенсии, их всех толпой убивают. Они умирают тихо, умирают от голода в своих квартирах. У них нет денег на лекарства, у них нет денег на продукты. И, значит, магазины эконом-класса, это магазины, где продаются упакованные ядовитые продукты. Эти люди вынуждены есть ядовитые продукты и быстрее умирать, потому что они не могут себе позволить более качественных, дорогостоящих продуктов. Это вот кто едят, вот они, капиталисты. Это они едят. И вот это они своей думой голосуют вот за вот такие пенсии и за такой минимальный прожиточный уровень. Еще раз, это оружие массового уничтожения. 20 миллионов пенсионеров, которые вымрут буквально очень скоро, просто вымрут. Это аналог Великой Отечественной войны, только оружие это другое. Другое. И вот поэтому вот эту часть надо раздербанить, разбомбить, ее быстрее надо убрать, и ее надо обмануть. Вот часть людей увели вот сюда, вот сюда, к Грудинину, и они побежали. Но там же коммунисты, люди думают, что коммунисты, больше других коммунистов нет. Вот еще интересный момент. Коммунистов раскрутили как единственную коммунистическую партию. Проблема в том, что остальные коммунисты разрозненные, никак не могут собраться вместе. И люди не знают, что их огромное количество. Люди думают, что КПРФ это коммунисты, а коммунисты это вообще не коммунисты, а они оппортунисты. Теперь зачем они прикрываются? Они прикрываются тем, что якобы Ленин написал статью детской оболезной левизны, которую адресовал третьему комминтерну, в которую он написал рекомендации немецким коммунистам о том, чтобы они могут входить в буржуазный парламент. Но они при этом не рассказывают, что Ленин давал рекомендацию использовать буржуазный парламент для разгрома буржуазного парламента, для разгрома капитализма и для того, чтобы использовать это как площадку, как трибуну, для того, чтобы пропагандировать коммунизм, социализм и говорить о том, что капитализм это общество паразитов. Вот это они не рассказывают. И поэтому, когда наши КПРО вошли в буржуазный парламент и голосуют вместе со всеми партиями, да еще допускают частную собственность, и прикрываются статьей Ленина, ну это чудовищное лживое вранье, которое перефразирует Ленина, переделывает все, и это рассчитано, естественно, на людей, которых ума не хватит раскрыть и посмотреть работу Ленина «Детское болезнь для визны». Это высшей степени манипуляции. Понимаете? То есть ложью окутано все. Ложь стала настолько популярным методом общения с людьми. Сплошная ложь и обман. Но люди ведутся на это, представьте себе. Что с ними произошло? Ведь есть первоисточники, читайте. Нет, произошло следующее. Произошло массовое отупение. К сожалению, я хочу сказать, что массовое цифровое слабоумие накрывает нашу страну, не только нашу страну, вообще весь мир. Альфред Шпицер, немецкий психиатр, пишет, что все не замечают, потому что тотально слабоумие началось по всей планете. Через цифровые технологии. Это технологии, воздействующие на головной мозг. И он пишет, что он обращался, и правительство обращался к церкви. Никто не хочет ссориться с производителями, с капиталистами, производителями компьютеров, потому что все это находится в одних руках. И власть, и производство все в одних руках. Ну, в России это вообще форсируется программа цифрового слабоумия в школе, потому что сегодня это передается функции Герману Грефу. У нас Сбербанк сегодня рекомендует, собирая директоров школы, рассказывает о программах, которые будут внедряться, и рассказывает, какой в будущем будет школа. А школа в будущем будет такая. Будут заменены на искусственный интеллект. Они планируют заменить им, заменить учителей. И вообще, пускай учатся дистанционно, заочно, вузы дистанционно, школы тоже в интернете. То есть всех угнать в интернет. А это значит, что вот здесь будет тотальная слабоумия, диагнозом будет стоять. Цифровое слабоумие – это диагноз, который прозвучал 5 лет назад в Южной Корее. На них 12% школьников находится в цифровом слабоумии. Поэтому вот эта вот часть населения спящая, которая живет здесь и сейчас, в результате рекламы им говорят, сейчас, хватай, прямо сейчас тебе ничего не интересует, удовольствие, удовольствие, употребляй, употребляй, употребляй. Эти люди вообще, они как бы спят. И вот на них, собственно говоря, видимо, из-за того, что делают, когда делают соцопросы, видят, что они очень, значительная часть населения, вообще ничего не хочет, никуда. Они ленивые, им лень подняться, им лень думать. Они ничего не хотят, они ходят на работу, как зомби, им больше ничего не надо. Они не думают ни о прошлом, ни о будущем. Вот такой уже огромный пласт такого населения. И вот этот пласт пытаются взбудоражить, чтобы он пошел на выборы. Потому что если на выборы люди не пойдут, то есть такая вещь, то есть юридически хоть 10 человек там пойдет и проголосует за Путина, за Грудинина. Хоть 10 человек проголосует, выборы будут легитимными. Тем самым была, еще раз я хочу сказать, она вам показала, что ей наплевать вообще на народ. Ну не придете, не надо. Но существует имидж, такая вещь, как имидж. И вот Запад, он поглядывает вот сюда, да. Потому что Западу фигура Путина, очевидно, не очень нравится. У них там свои терки происходят наверху. Поэтому они подсовывают Навального, поменяли там на Грудинина. И что самое удивительное, есть видеоролики, фотографии, где показывают, рассказывают, как коммунисты встречаются с американцами, обсуждают выборы вообще. Я не понимаю, как вообще могут коммунисты сидеть за одним столом с американской буржуазией, обсуждать наши выборы. Это очень такой интересный фрагмент. Ну, в общем, суть в том, что дележ идет вот здесь, наверху. Здесь Запад недоволен Путиным, они выставляют своих там кандидатов. Но неважно, кто бы не победил, был бы там Навальный, Грудинин, Путин, Медведев, там еще кто-то. Какая разница, кто? Это все капитализм. Эти люди все за капитализм. Они нам принесут только капитализм. А это значит классовое общество, класс буржуазии и класс трудящихся, класс бедных людей. Мы сегодня даже вот этих торгашей, которые сидят менеджером по продажам, да, они торгаши. Но они относятся тоже к классу трудящихся. Они что-то сидят там работают. Они на самом деле не паразитируют. Но они помогают паразитировать своими спекуляциями, своим обманом. Они помогают паразитировать классу олигархов. И вот этим товарищам, да, которые грызутся между собой, нужно создавать имидж. И если страна не проголосует, да, вот 10% придет голосовать, то что скажет Запад? А Запад скажет, а вам не доверяют. А вот здесь, если люди не придут голосовать, вот эти люди, они скажут, да, потому что мы все советские граждане, и мы не идем голосовать за вашу буржуазию. Мы советские граждане, мы не можем иметь двойного гражданства. Вы пришли, нас оккупировали, поставили над нами своих менеджеров. И этим самым перед миром, куда отправлено в ООН письмо, что Советский Союз есть, советские граждане есть, у нас съезды есть. Вот этим самым письмом, да, было объявлено миру, что мы есть, мы считаем, что мы в оккупации. И поэтому мы не идем, мы не идем на эти выборы, мы не признаем вашу власть. Вот это имиджевая вещь, которую они, очевидно, побаиваются. Потому что юридически, я вам еще раз хочу сказать, им глубоко наплевать, придете вы, не придете вы, вам не дано права выбирать, вам вот дали там несколько человек, и выбираете, вы не можете написать, я никому не доверяю. Я не хочу голосовать ни за одного. Это право у вас отняли. Вам уже сказали, да не приходите, мы без вас все порешим. То есть по отношению к внутреннему хозяйству, к людям, да, внутри страны, эта власть уже продемонстрировала свои отношения. Но есть мир, есть вот те капиталисты, мировые олигархи, которые управляют миром. Куда пытается попасть наша элита в их кружок, а их туда не принимают. И вот там имидж этот нужен. Нужен. Им нужна явка, и Запад смотрит, им нужна явка за капиталистических президентов. Если народ идет за капиталистических президентов, значит, он признает эту власть. А если он не уйдет, значит, вот эти люди сейчас поднимут голос и скажут, вот почему люди не пошли. И вот поэтому, если они это слово скажут, им сразу раз и статью. Вы же понимаете, статья не просто так придумана. Это запрет вот этим людям говорить о том, что мы не хотим голосовать за капиталистических президентов, потому что у вас оппозиции нет, за социализм у вас никто там не голосует. За этим нужна эта обманка в виде Грудинина. Это наживка для того, чтобы вот эти вот люди, которые не совсем разбираются, они побежали вот сюда. Побежали, вернее, на выборы. Да еще и вот этих побудоражили немножко. Вот сюда. Толкают их. И поэтому вот для этой части аудитории, да, создан лозунг «Голосуешь за будущее», «Голосуешь за президента», «Голосуешь за будущее». Это типично. Вот для них про будущее рассказывают. Видите, как на каждую аудиторию свое. Сюда Грудинин и Советский Союз. Сюда про будущее, иначе вы не создадите свое будущее. Их будоражат. Теперь хочу сказать про будущее. Правда это или нет? Ну, конечно, неправда. Конечно, неправда. Про будущее. Значит, будущее формируется самими людьми. И вариантов будущего всегда может быть много. Вот давайте мы возьмем исторический пример 1917 года. Вот 1917 год. Вот здесь прошлое. Прошлое – это царская Россия. Так. Если люди… Вот настоящее, вот прошлое и вот будущее, да? Значит, если люди хотят, чтобы царская Россия сохранилась, берем 1917 год, да? То они восстанавливают монархию и идут в монархию. Вот одно будущее. И были монархические партии. Если люди смотрят на капитализм, как на благо, то они будут строить развитой капитализм. То, что хотели бы меньшевики. Вот, значит, здесь царизм хорошо, здесь капитализм хорошо, да? Вот другое будущее. Если люди смотрят на то, что капитализм – это плохо, и они хотят, им не нравится ни царское управление, ни капитализм, а им нужно… они все это ставят на минус. Вот они идут в социализм. Вот, пожалуйста. Есть еще один вариант. Если люди вообще считают, что Россию надо уничтожить, и взять ее… просто взять и уничтожить. Россия сама плохая. А вот третий вариант. Это нет России. Взяли и разделили. Вот еще один вариант. То есть, понимаете, вариантов может быть много. Поэтому, когда вам говорят, один вариант, если вы не голосуете за президента, то у вас не будет будущего. То есть, по сути, голосуешь за президента, а голосуешь за свое будущее. А если не голосуешь за президента, значит, у тебя будущего нет. Но это манипуляция. Будущее может быть разным. Кто сказал, что наше будущее строится от персонали этих президентов? А если я вообще не хочу президента? А если я не верю ни одному кандидату президента? То есть, получается, что вариантов нет, да? Вот иди, тебя загнали в определенное русло, иди и голосуй. Либо Путин, либо Ксюша Собчак, либо Грудинин. Я вообще посмеюсь, если будет такая ситуация. Вдруг у Ксюши Собчак очень много будет голосов, и выскочит Грудинин, Путин, значит, на первом месте будет стоять. Ксюша Собчак, на втором месте Грудинин, на третьем Путин. Вот это будет смешно. А Грудинин тогда возьмет, уберет свои голоса. И все, кто за Грудинина, побегут за Путина. И Путин стопроцентно получит победу. Вот такой трюк был сделан в 1996 году на выборах с Ельциным. Ельцин, Лебедь и Зюганов. На первом месте был Зюганов, на втором месте был Лебедь, на третьем месте был Ельцин. На втором туре Лебедь убирает свою кандидатуру. Лозунги у них одинаковые, пирогинство их одно и то же вело, имидж контакт. И все побежали, те, кто за Лебедя, они помчались за Ельцина, лишь бы только не победили коммунисты. Вот такие трюки, конечно, они могут быть. Поэтому вот этот лозунг про будущего. Если у тебя нет будущего, какое чувство вызывает? Чувство страха. Значит, соответственно, эту аудиторию пытаются пугать. Ну, вот, то есть не на сознании вообще работают, да? А на страх работают. Значит, очевидно, это состояние вообще этой аудитории, на которой этот лозунг, она спящая. Спящая. То есть мы по лозунгам и действиям, которые делает наверху власть, можем вычислить результаты соцопроса. И становится понятно настроение людей. То значительная часть населения вообще не хочет голосовать. Она просто уже обленилась, ей ничего не нужно. Значит, эту часть населения я бы так назвала. Управляемые приматы. Термин не мод, термин американский. Так они назвали людей. Уилсон, такой психолог, он так назвал, значит, людей, которые равнодушны к своей собственной судьбе. Управляемыми, он называет их, потому что ими управляют через деньги. В отличие от млекопитающих, которые спасают своих детей и готовы даже пожертвовать своей жизнью ради своих детенышей, эти люди, им абсолютно все равно. У них нет ни прошлого, ни будущего. Здесь и сейчас поесть им все равно. И вот они управляемой бумажкой. Ну, вот, они такие сытые, им ничего не надо. Да, вот, сегодня заработать деньги, сходить в клуб поплясать, там, поесть и что-то себе купить из каких-то модных шмоток. Ну, вот это вот, вот эта часть населения. Чуверенно, ее стало уже много, и ее пытаются активизировать. Другую часть населения, как я уже сказала, надо просто обмануть. Поэтому им подсунули Грудинина со словами социализма. Они, значит, туда побежали, чтобы они не начали голосить по поводу того, что у нас выборы, дескать, не тех людей происходят. Вот, поэтому вот эту часть, которая за социализм, ее разбили, блокировали. Вот я хочу сказать, что лично вот мне писал один такой товарищ. Он сделал группу, царство, что-то там, коммунизма, социализма. Портфель мне предлагал какого-то министра в советском государстве, где это советское государство, вот прямо, знаете, вот сейчас. Очень просил меня, чтобы я помогала ему, помогла ему подраскрутить его там группу, сайт у него. Ну, что-то там снимал, все про хорошее, про коммунист, социализм и всякое такое, да. Вот, потом начинается выбор, он раз, переориентируется и начинает Грудинина пиарить. Я ему пишу, Виктор, а что вы делаете? Вы программу вообще хоть видели? Ну, давайте хоть программу прочитаем. Ну, как вы вообще можете пиарить человека, не зная программу? А по характеристике вижу, что вообще такой очень пиаровские такие ходы, вижу манипуляции. Ну, он ничего мне не отвечает. Ну, в общем, в конце концов, этот человек вообще меня стирает со стены, чтобы я слово-звука не издавала по поводу своих вопросов. Понимаете, если человек действительно думает, интересуется, он возьмет документы и будет с вами обсуждать. Ну, давайте почитаем программу, давайте прочитаем, как вы думаете, а вы как думаете, как вы это понимаете, да. То есть, нормальный рабочий такой разговор, говорим о фактах. А если человек с вами не разговаривает, вчера к вам просился, стучался, да, со своим царством коммунизма, а сегодня вас берет и убирает, и не отвечает на ваши вопросы, и начинает пиарить, пиарить, пиарить Грудинина. Понятно, что он денег заплатили. Я предполагаю, что этот вообще канал был создан именно под Грудинина за полгода до этого, надо было собирать аудитории. Как они это делают, эти аудитории собирают? Значит, вот представьте себе, ну, вот у меня там группа, да, допустим, есть в интернете, или у вас там группа в интернете, вот есть одна группа, четко там понятно, допустим, выговорить, о, коммунизм здорово, хорошо, да, вот, нужно зацепить, и таких людей, значит, много, значит, вот отсюда там есть друзья какие-то, еще там дружественные группы, у этих люди, 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 и пошли, люди, 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 и пошли, вот это распространение. Вот они к вам приходят, такие псевдо, да, которым нужно собрать вот эту аудиторию, вот они собирают эту аудиторию, они к вам приходят и выбрасывают ряд материалов, которые будут, правда, вот об этом говорить. Вы начинаете им помогать, и начинаете у себя на странице опубликовать, и вся эта вот аудитория начинает сюда смотреть. И таким образом он вашу раскрученную аудиторию получает к себе, у вас там, например, 4 тысячи, вот они у него 4 тысячи. И вот таких вот групп, скажем, которых вот раскрученную, еще там где-то 5 тысяч, вот точно такой же ход сюда делается. И так у него появилось очень большое количество людей. И вот, когда он запускает этого про Грудинина, кто понял, тот понял, а кто не понял, они все вжжжу и побежали за ним. А он за это, естественно, получил деньги. Вот вам царство коммунизма. Вот такой товарищ Виктор. Я понимаю, что там, особенно, где лицо не появляется, непонятно кто, это просто вот картинка, какой-то там Виктор, какой-то там картинка, непонятно какая-то, какое-то там царство. Ну и, так сказать, для того, чтобы подмазаться ко мне, чуть ли не портфель мне министра. Я вообще смеюсь над этими портфелями министров. В общем, хочу сказать, что вот таких вот людей очень много в сети, которые к вам подходят якобы, а потом собирают вашу аудиторию и пошли дальше, начинают эту аудиторию обрабатывать. А поскольку у людей не у всех критическое мышление, поэтому они и попадаются. Я знаю людей, которые очень четко в это попались. Хорошие люди, но попались. Ну, так бывает. Поэтому то, что мы сегодня вообще видим, ну да, это, конечно, шоу. Это не может не притягивать внимания. По сути, у нас две таких крупных фигуры, Путин и Грудинин, которых и ту фигуру раскручивают одинаково, как спасатели куда-то. Вот они нас ведут. Ну, тот спасает, значит, своей, так сказать, внешней политикой, в результате которого Европа от газа отказывается, идет война в Сирии. И это называется хорошей внешней политикой. Я хочу сказать, Сталин умел дружить с капиталистами. При том, что у нас был, значит, социализм. Но это называется хорошей внешней политикой. Мне, например, становится, вот, честно сказать, страшновато. А куда же дальше пойдет наша страна, если у нас ничего нет и только из недр все выкачивают? Кто ж нас будет уважать, извините? У нас ни науки нет, ни научных кадров нет. У нас уничтожается образование. У нас баланская система, благодаря ей наши все научные достижения, все вывозится туда, в Европу. Вы вообще видите, что в стране творится? Это называется внешняя политика хорошая? Я не знаю, конечно. Но то, что внутренняя политика, я вам сказала, внутренняя политика, это социальный фашизм. Это новые виды оружия. В том числе, кстати, вирусные инфекции, которые, я считаю, искусственно изобретаются в Советском Союзе. Не было вирусных заболеваний, не было этих лекарств вирусных, противовирусных. Их просто не было. Я жила в маленьком городе, где было, не знаю, ну, 5 аптек, наверное, было на весь город. И никогда очереди не было. Сейчас вот смотрю в Санкт-Петербурге. На каждом шагу аптеки, да, во всех крупных городах аптека, банк, аптека, банк, аптека, банк. И вы везде в аптеках очереди стоят. Люди просто невероятно болеют. Это результат вирусов, это результат плохого питания, это результат стрессов. Потому что, когда вы живете в нестабильности, вы не знаете, что вас ждет завтра, у вас ломается иммунная система. Более того, стресс еще влияет и на развитие ослабоумия. К сожалению, клетки гиппокампа начинают тоже умирать от стресса. Стресс – это страшная вообще вещь для человека. Хронический стресс уничтожает человека. Поэтому организация, искусственная организация нахождения человека в стрессе, из-за того, что нет завтрашнего дня, да, нет, вы не знаете, как живете, вы по уши в долгах сидите, работы вас могут сократить. Это стресс, да. Так вот, стресс тоже является оружием массового поражения. Оружием массового поражения является сексуальная революция, в результате которой у нас произошло растление и развал института семьи. Оружием является уничтожение культуры, уничтожение национальных культур. Об этом было известно сто лет назад, когда Либон написал, если любой народ погрузит в чужеродную культуру, а мы погружены в американскую культуру. Все поют и пляшут на английском языке абсолютно безобразные сексапильные танцы. Это музыка, которая грохочет и разрушает головной мозг. Так вот, Либон написал, погрузите любой народ в чужеродную культуру, и у вас душа народа быстро умрет. Вы разрушите, уничтожите народ. Поэтому вопрос о культуре, вопрос об образовании. Образование – это уничтожение мозгов культуры, это уничтожение архетипических моделей поведения народа, уничтожение народа. Пенсии, минимальный прожиточный минимум – это голодная смерть. Химическое уничтожение людей через продукты и через вирусы, через лекарства, которые дают побочные эффекты. Вот капитализм, который мы построили за 26 лет. И при этом мы капиталистическая страна, которую никто не уважает, потому что ничего здесь не производится, кроме вытаскивания из недр. Поэтому все эти президенты, они, конечно, работают в рамках Конституции 1993 года, написаны американцами. Ну что они еще могут сделать? Они, конечно, могут вам сказать, давайте мы проголосуем за новую Конституцию, тем самым уничтожим референдум 1991 года. А мы сделаем такую Конституцию, мы что-то там не поменяем. И вот, как уже предлагал Федоров, увеличим права президента, сделаем его просто царю. Потому что царь хороший, а бояришь плохие. Для этого и опричнину-то организовали, нацгвардию. Только нацгвардию-то напротив кого направят? Против нас с вами. Она создана для того, чтобы на всякий случай там коммунисты не разворошили поле. Чтобы настоящие, я имею в виду, коммунисты лениться, не КПРФ, а коммунисты лениться, разворошили это поле и сказали о том, что мы живем в оккупированном Советском Союзе. И вот если народ с этим поднимется, вот уже машины готовы, вот уже нацгвардия готова, опричнина готова. Вот такая у нас история произошла после 26 лет капиталистического режима на территории Советского Союза. Мы вымираем. У нас идет констатация вымирания нации. У нас смертность превышает рождаемость, чего не было в Советском Союзе. Это значит, что мы вымираем. Я вам напоминаю слова Маргарет Эйчер. 15 тысяч им хватит нам в России. И слова госпожи Хакамада. Искусственный интеллект уничтожит это быдло, которое мы сегодня выращиваем. Это мы с вами быдло. Мы с вами быдло. Так вот, нас уничтожит искусственный интеллект. Поэтому взят старт на цифровую экономику и на развитие искусственного интеллекта, который уже провозглашен нынешним президентом. И я вам хочу сказать, что вот обратите внимание на такую вещь. Вроде типа выборы, да? Однако министерства сидят и пишут, вовсю сейчас разрабатывают вот эту новую цифровую экономику, готовится правовое экономическое поле под цифровую экономику. Еще раз напоминаю, в цифровой экономике ваши дети будут стабильно слабоумными. Цифровое слабоумие им обеспечено изменением системы образования. Так вот, несмотря на то, что какие там будут президенты, а люди там сидят в министерствах и пишут, 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 пишут. Это значит, что они уверены, что кто бы ни был на месте президента, он подпишет. Либо с Грудининым уже договорились, что он это подпишет, либо Путин, ну Путин понятно, он подпишет, он уже, он сам и давал указания, чтобы это все разрабатывалось, он при всем этом и присутствует. То есть, либо они абсолютно уверены в победе Путина, либо договоры над Грудининым существуют, если в случае победы Грудининым, в чем, конечно, я очень сильно сомневаюсь. Знаете, побеждают тот, за кем армия идет. Вот если мы вспомним 1917 год, там же армия сбунтовалась, они не хотели воевать вообще на самом деле. В этой Первой мировой войне, и там дезертировали солдаты, они уходили, они отказывались воевать. И шли обратно-назад, и там было очень много крестьян в армии. Все они были связаны с крестьянством. Они все хотели вернуться на землю, они все хотели работать на земле. Вот поэтому у нас сегодня крестьян-то и нет, крестьян и рабочих. Потому что это наиболее активная такая часть населения, которая работает и понимает, что они эксплуатируемые люди, а над ними сидят паразиты. Они трудятся. Самое главное, что уничтожили, это уважение к труду. В капиталистической эпохе, вот у нас в России, уничтожили уважение к труду. Труд крестьянина, труд рабочего, к нему пренебрежение появилось. И этих людей, собственно говоря, очень мало осталось. У нас уничтожается село, у нас очищается территория, и все концентрируются в больших городах, в мегаполисах. Как сказал мэр Москвы, что у нас сельское население, это значит лишние люди, лишние люди. А когда люди собираются в больших городах, ими очень легко манипулировать, очень легко. Образуется единое психическое поле, которое заразно. Поэтому им надо сейчас всех согнать в города, чтобы ими управлять. А землю очистить и отдать ее иностранцам. Вот поэтому говорить о том, что нельзя не ходить на выборы, нельзя. Если вы это скажете, вас в тюрьму посадят за это. До этого они, собственно говоря, и придумали запрет. Потому что очень сильно изменилось поле. Очень много появилось людей, которые не верят ни в капитализм, ни в эти выборы. Которые говорят о том, что у нас... Никто не отменял референдум Советского Союза о сохранении Советского Союза 1991 года. О том, что мы жили по-человечески. Мы все были равны. Не было нищих, не было бездомных, не было бомжей, не было проституток, не было терроризма. Дети бегали по улице, не боялись. Все кружки были бесплатные, мы были все равны. У нас не было олигархов и не было нищих. И народ раздражен. В связи с этим вся эта история и придумана. Загнать людей на выборы, чтобы отчитаться перед мировым сообществом, что якобы мы, нету советских людей, а есть люди, которые голосуют за капитализм. Поэтому и сказали они. Попробуйте сказать, не пойду на выборы и еще кому-то это предложить. Им нужен имидж, им нужно доказательство перед ООН, что у нас нет советских людей, что все мы хотим быть нищими, что мы готовы быть донорами мировых паразитов. Кстати, хочу сказать, что половина нашей российской элиты имеет двойное гражданство. Их нельзя назвать российскими гражданами. Они имеют двойное гражданство, и деточки их находятся за границей. Достаточно богатые, обеспеченные люди. Вот результат капитализма. Как сказал Ленин, есть два вида идеологии. Коммунистическая и буржуазная. И других нет. И человек должен осознавать себя, кто он есть, и делать свой выбор. Только осознав себя, свое собственное положение, ситуацию в стране и как мы живем, только тогда можно что-то сделать. Вот эти лозунги, что делать? Что делать? Осознавать, в чем мы живем, и брать ответственность за то, что это мы с вами позволили быть тому, что есть. Своим молчаливым согласием. И еще тогда, в 93-м году, когда расстреливали советскую власть. Итак, возвращаюсь снова к вопросу, что же случится и что не случится. Значит, если население не придет на выборы, то весь мир увидит, что за Путина проголосовало мало человек. Запад тут же взвоет и будет орать. Ага, вот, дескать, в России не поддерживают диктатора Путина. И вот если бы был Навальный, вот это действительно, вот какой диктатор Путин. Его не поддерживает страна. Безусловно, Запад никогда не произнесет о том, что у нас есть сектор людей, которые говорят, а мы живем в рамках референдума 91-го года. Референдум 1991 года. Об этом, естественно, Запад умолчит. Фиаско получит и КПРФ, если люди не придут. Это значит, что для Запада, что люди не пошли голосовать и за коммунистическую партию. Безусловно, Запад никогда не расскажет о том, что у нас есть другие коммунисты, ленинцы. КПРФ это не ленинцы. Они открыто говорят, что Ленин устарел. И отошли от позиций Ленина. Да они никогда ими и не были. Они классические, оппортунисты. Это Троцкие, типа Троцкого, типа Каутского. Это те люди, которые идут за тем, чтобы развивался у нас капитализм. Запад, безусловно, об этом промолчит. Запад будет орать о том, что вот, вот если бы был Навальный, посмотрите, что там происходит. А его не подпустили к выбору. Поэтому, естественно, власть в лице нынешнего президента, которому подчиняется армия, у которого такая нацгвардия огромная существует, да, естественно, он этого допустить не может. Да, собственно говоря, это и неправда. Если такой вот сценарий произойдет, Запад будет орать всему миру, западная пресса будет рассказывать абсолютную неправду про Россию. Если люди пойдут на выборы, и, допустим, более 50% людей все-таки придут, придут на выборы, и Путин одержит победу, это будет означать триумф Путина, доказательство миру, что Россия, народ доверяет Путину. И это победа над той частью олигархов, которую Путин и его приближенный называют пятой колонной. Безусловно, тоже речь о том, что вот тут есть коммунисты другие, не встанет. Зато при победе Путина, что произойдет с КПРФ, уже начало это происходить. КПРФ трещит под швам, она внутри уже начала трещать, из-за того, что ставку сделали не на коммуниста, а на социал-демократа, у которой четко говорит о развитии капитализма. Тем самым затрещал сама коммунистическая партия, раскол начал происходить внутри, и снаружи стало понятно, критики стали говорить о том, куда ведет программа Грудинина. Она четко ведет в капитализм, и поэтому стал перед народом имидж КПРФ падает. То есть люди понимают, что коммунистов в стране нет, которые бы вели в социализм. Те коммунисты, а люди считают, что кроме КПРФ никого нет, они считают, что коммунисты представлены партией Зюганова. То есть для людей, победа Путина, для наших людей, которые в России, которые не знают, что есть другие коммунисты, будет означать полный крах коммунистов в России. Зачем это сделал Зюганов? Ну, я не знаю. Зачем они это сделали? На самом деле, если бы они хотели сохранить партию свою, они бы, конечно, выводили бы коммуниста. Такое впечатление, что Зюганов просто подставил КПРФ фигурой совершенно человека, не относящегося к коммунистам. Более того, этот человек был коммунистом. Он ушел из коммуниста. Он покинул ряды партии. Как же можно взять человека, который бросает партию, уходит, был коммунистом Советского Союза. Он предает партию свою, уходит и работает приближенным Путина, а потом возвращается туда, обратно, коммунистам. Неужели у КПРФ нет коммунистов? То есть, это вот ситуация, которую устроили в коммунистической партии Российской Федерации, да, это завершение процесса разложения коммунистической партии Советского Союза, которая началась еще при Горбачеве, когда единую партию раздробили на части, и как раз таки партия Зюганова, это была партия коммунистов Российской Федерации, которая пошла в буржуазный парламент не для того, чтобы говорить о капитализме и бомбить буржуазный парламент, а пошла наоборот их поддерживать. И вот сейчас это завершение разгрома коммунистической партии. Оно будет действительно завершением разгрома в глазах людей, если вот эти коммунисты не объединятся сегодня в лице Хабарова, Тюлькина, Попова, там еще другие люди. Вот лично я об этом узнала несколько месяцев назад. Я тоже считала, что у нас КПРФ это единственная коммунистическая партия. И очень удивлялась, когда я общалась с коммунистами, которые говорили о частной собственности, о том, что Ленин уже устарел, зачем он нам нужен. Думаю, ничего себе коммунисты. Для меня тоже коммунисты, знаете, имидж их упал. Я думала, ну, развалились еще тогда при Горбачеве. А оказывается, есть другие. И вот если эти другие сумеют объединиться, те другие, которые написали в ООН, которые выступают за социализм, ну тогда что-то может как бы поменяться. И тогда у нас ситуация июля 1917 года, когда люди ушли, перестали верить меньшевикам. В Советах на тот момент большинство было меньшевиков. И меньшинство большевиков. И вот летом 1917 года происходит переворот. В этот момент Ленин отзывает коммунистов из Советов. Он пишет, надо выйти из Советов, потому что Советы носят буржуазный характер. Там засели меньшевики, которые пошли на сговор с буржуазией. Они хотят оставаться в войне, Первой мировой войне. Они не хотят идти в социалистическую революцию. Они хотят строить капитализм в России. И Ленин пишет работу с отзывом, призывает уйти из Советов. Потому что Советы носят буржуазный характер. И вот летом происходит переворот, когда люди понимают, что за народ единственная партия большевиков. И все симпатии уходят к большевикам. И большевики снова возвращаются в Советы. И теперь уже в новых обновленных Советах меньшевики занимают меньшую долю. И большевики захватывают власть в Советах, переходят к ним, потому что их поддерживает народ. Потому что они говорят о полной национализации земли, банков, промышленности, СМИ, торговли. Они говорят о переходе в социализм. Не минуя фазу развитого капитализма. Капитализм только-только начал зарождаться тогда в России. И это противоречило положению Маркса. Это не входило в интересы ни буржуазии, ни тех демократических революционных сил, которые поддерживали буржуазию и хотели строить капитализм. Вот этот вот поворот у нас случился сейчас. На 75 лет Россия вышла из блока капитализма и была социалистической страной. Теперь мы снова вошли, вернулись туда и попали в ту ситуацию, о которой предупреждал Ленин. В своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» он написал, что будут страны-паразиты и доноры. И он, понимая, какая очередь ждет Россию, он ее выводит из этого капкана, из этой ловушки. И сейчас нас опять туда толкнули, в этот капкан. Поэтому ничего удивительного нет, что мы страна-донор, и у нас уровень жизни падает, падает, падает и будет еще падать. И для того, чтобы не было протеста, не было никакой революции, нужно часть населения было превратить в управляемых приматов, которые спят, которые ничего не видят. Они как зомби, они ходят на работу, едят, пьют, и больше ничего их не интересует. Они только мечтают быть богатыми, не понимая, что их ждет в перспективе нищета. Вот так же этот малый бизнес не понимает, что он завтра исчезнет, он пополнит ряды лемпинг-пролетариев, так сказать. Вот эти люди не понимают, поэтому им надо зазомбировать людей, оболванить наших детей, убрать образование, в котором они будут соображать, в котором они будут понимать, что происходит. Им именно за этим им нужна цифровая экономика, так сказать. А на самом деле контроль, полный контроль над людьми, с помощью которого они смогут легко человека убрать из системы, просто заблокировав его карту. И даже не надо тратить денег на тюрьму, содержать его там, это слишком дорого. Аннулируется карта, человек умирает от голода, у него нет денег, и все. Легко и просто. За этим им нужно. За этим они и Росгвардию снабдили уже машинами для того, чтобы разгонять демонстрации на случай. А вдруг они вот тут сбунтуются? Хотя здесь говорят о мирном переходе власти, и об этом написали в Организацию Объединенных Наций. Вы понимаете, что сделали вот эти люди? Они всему миру рассказали. Но их беда в том, что их тут мало кто знает. Они очень слабо объединены и конкурируют, конкурируют, конкурируют. И вот что дальше будет? Ну, будем с вами смотреть. Сумеют ли они объединиться и сказать, использовать вот этот момент, когда КПРФ вывели на чистую воду с их частной собственностью, вывели на то, что они не коммунисты. Сумеют ли они народу сказать, мы есть ленинцы или нет? Не знаю. Будем смотреть. Но сегодня сложилась вот такая ситуация, когда КПРФ теряет свой имидж. И в любом случае, сколько бы человек на выборы не пришло, придет 10 человек за Путина, проголосует, придет 50% страны проголосует за Путина. Имидж КПРФ уже убит. Уже всем понятно, что они из себя представляют. Не знаю, зачем это сделал Зюганов. В 1996 году по исследованиям имидж контакта, пиар-агентство номер один, которое работало на правительство, это единственная, да, первая пиар-компания, единственная, которая имела филиал во всех регионах страны. Значит, их исследования показали, что народ хочет вернуться на социалистические рельсы. Люди хотят Советского Союза. Они не хотят никакого капитализма. И ни малейшего шанса не имел на победу Ельцин. Силы были расставлены так. Наверху стоял Зюганов, потом Лебедь, и потом Ельцин, и все остальные. И Ельцину никто не верил. Дело в том, что люди не хотели капитализма. Они уже поняли, куда их затянули и как их обманули. И, как сказали коммунисты, Зюганов знал, что он делал, когда он сдал вот тогда, в 1996 году, страну. Он отчаянно не боролся за возврат Советского Союза. И не разъяснял людям, тем, которые голосовали за Лебедя. У Лебедя и у Ельцина были одинаковые лозунги, которые их вело как раз это агентство «Имидж контакт». И когда Лебедь, что эта ситуация была разыграна, Лебедь выходит, он конкурирует вместе с Зюгановым, а потом Лебедь снимает свою гандидатуру, и весь электорат переходит к Ельцину. И вот отдельные коммунисты считают, что Зюганов намеренно это сделал. Он знал, что он делал. Но я не знаю этого, и даже называют суммы, которые он якобы получил от иностранцев. Я не знаю этого, не буду говорить. Это, знаете, как из разряда «за что купил, за то продал». Но я помню то, что я точно знаю из слов пиарщиков, что люди хотели Советский Союз, и то, что Зюганов, я не помню, чтобы он нас призывал к Советскому Союзу. Нет. Но люди надеялись, видели в нем Советский Союз. Они проводили такую ассоциацию «Раз коммунисты, значит Советский Союз, раз коммунисты, значит Советский Союз». И вот то, что произошло сегодня, это заключительный этап в глазах людей, которые связали коммунистов КПРФ с Советским Союзом. И теперь они поняли, что нет никаких коммунистов. Они вот такие вот коммунисты. Потому что они не знают об огромном секторе других коммунистов, ленинцев, которые, к сожалению, сегодня разобщены. Поэтому с точки зрения, конечно, власти, да, Путина, конечно, нужно людей активизировать, замотивировать, чтобы они пришли на выборы. И вот «Голосуй про будущее» это как раз про вот этих спящих. Их надо растормошить и напугать у вас будущего. Нет, идите, идите, идите. Уж слишком большой этот сектор, который ничего уже не хочет, и ему ничего не надо. Как говорили римляне о народу хлеба и зрелища. Вот им нужен хлеб и зрелища. Их кормят, они поедают генномодифицированные продукты и довольны. Им больше ничего не надо. И зрелища по телевизору. Все. Вот, видимо, такой сектор большой. И поэтому нужно звать, зазывать людей, чтобы показать всему миру, что народ доверяет Путину. И народ доверяет капитализму. Тогда и перед ООН станет понятно, что огромное население России хочет идти в капитализм, доверяя своему президенту. Если, допустим, допустить вот такую гипотезу, что вдруг победит Зюганов, я лично в это не верю вообще, ну, вдруг, если бы он победил бы Зюганов, то все равно это поход капитализм. И снова это удар по социализму коммунистам и Советскому Союзу. И, допустим, если это победит Зюганов, то есть, простите, Грудинин, то Запад тоже будет ликовать, потому что он победит Путина с его олигархами. Ну, не Навальный-то, Грудинин, какая разница для них? Но тогда они скажут, вот, дескать, а народ против Путина. Но народ за капитализм. Народ идет за капитализм. Очень отчетливо западные журналисты в интервью с Грудинином так и сказали, у вас программа социал-демократа, вы что, собираетесь название партии поменять? А Грудинин отвечает, да я вообще не коммунист. Отлично. Вот это прозвучало всему миру. А я вообще не коммунист. И программа у меня вовсе не коммунистическая. И Запад будет рукоплескать и говорить, Россия хочет быть капиталистической страной. Но только Путин вот плохой, Путин плохой. А вот сейчас будет хороший у них там капитализм. Поэтому, кто бы не победил, Путин или Зюганов, это безусловно удар по советским людям и коммунистам-ленинцам. Дескать, вас нет, и люди не хотят идти в социализм. Если победит Путин, то это удар по той самой пятой колонии, которая верещит там на Западе и орет, что Путин, дескать, плохой. Он тут вот третирует собственное население. И тогда собственное население за Путина. Но все равно в любом случае и собственное население за капитализм. Вот для этого нас и приглашают активно на эти выборы. Ну уж пойдете вы или не пойдете. Тут надо каждому думать. Надо понимать вообще расстановку сил. Вы хотите развития капитализма. Какого вы хотите развития капитализма? Единственное, что я хочу сказать. Лично я не верю ни в какую индустриализацию. Это полный бред. Нельзя выдернуть из социалистического контекста и засунуть капитализм. Вот то, что говорит Грудинин, и то, что говорили там Хазин, Делягин, говорили о какой-то индустриализации в партии Родина, в партии Справедливая Россия. Но не будем путать Божий дар с яичницей. Индустриализация, которую провел советский народ, это героизм советского народа, который за социализм, он строил советскую Родину. Первое в мире государство, где нет богатых и бедных. Первое в мире государство расправедливости, где крестьяне в лаптях сели за парты и им сказали, вы будете грамотны. Им дали театры, им дали искусство. Идите, учитесь. То, что было им недоступно, то, что было только для элиты, им это дали. Это был единственный в мире опыт вот такого государства, где было равенство за всю существованию истории человечества. И поэтому люди верили, они строили этот социализм. Почитайте про Павку Корчагина, ведь это реальность Николая Островский, который слепой написал этот роман о себе и о людях, которые строили этот социализм. В грязи больные. Они строили несчастную узкоколейку, чтобы город зимой Киев не замерз от холода и не вымер от голода. И они действительно шли на этот героизм. Астахановцы. Ради советской России, ради советского государства и социализма были эти соревнования. Какая индустриализация! Кто пойдет сегодня ради буржуев, что ли, на капиталистические соревнования? Господь с вами! Да у нас классовое общество! И там, где есть классовое общество, неминуемо возникает классовая борьба, если, конечно, не зазомбировать и не превратить, как в романе Герберта Уэллса, машина времени. Были люди, которые сыто жили, были тупые, им ничего не надо было. Из-под земли выходили представители другого мира, которые на них охотились и поедали. Они были людоеды. А этим, которые наверху, они были тупые, сытые. Им было совершенно все равно. Они даже не понимали, что их съедают. Их откармливали, как свиней. И потом сжирали. Вот нечто подобное они вот это тут делают. И люди не понимают вообще, что с ними происходит. Потому что тут уже наступило массовое цифровое отупление. Тупоумие такое, слабоумие наступило. Этим людям абсолютно все равно. Использованы технологии зомбирования, которые были применены в 60-х годах в Америке для того, чтобы убрать свою молодежь, которая бунтовала против войны во Вьетнаме. Вот эти технологии использовали, да еще добавили цифровые. Вот и получили. А им все равно. Они здесь и сейчас. Кайфуем. Кайфуем. Вот она, молодежь наша. Она кайфует. В клубах стоит, трясется под американскую музыку. Им больше ничего не надо. Они же работать не хотят. Они удовольствие хотят. Это общество потребителей. Вот эта толпа никогда в жизни ничего не сделает. Вопрос вот в этих людях. Вот в этих. Что они дальше будут делать? Сумеют они разбудить народ? Или в недах народа появятся другие какие-то люди, которые проанализируют ошибки коммунистов. А ошибки там были. Не было бы ошибок, этого бы не случилось. Потому что именно верхушка коммунистическая партия разрушила Советский Союз. Разрушила советскую власть. Именно они это сделали. И пока не будут проанализированы ошибки. А ошибки как раз заключались в том, что они не смогли создать советского человека с коммунистическим мировоззрением. Этот человек был, пока был Сталин. И войну выиграли советские люди. Советские люди. А потом началась урбанизация с приходом Хрущева, уничтожение малых городов, сельского населения. И разложение людей именно как раз таки их повели в сторону гедонизма. И люди не выдержали благополучия. Я бы так сказала. То есть Ленин говорил, что социализм это индустриализация плюс культурная революция. Но индустриализацию легче сделать, чем культурную революцию. Потому что культурная революция это сознание людей. Так вот культурную революцию как раз таки коммунисты и завалили. И если они не поймут, в чем причины их развала Советского Союза, их авторитарного управления, при котором они развалили сознание людей, они не смогли провести культурную революцию. На самом деле нужна была после войны культурная революция. А ее повели в сторону Запада. И вот если коммунисты вот это не смогут, а на сегодняшний день они заражены вирусом конкуренции, они конкурируют все друг с другом. Ну тогда, так сказать, вот этот замечательный момент, когда наконец-таки опортугинзм ГПРФ вылез наружу, и все это увидели, да, они упустят этот момент. Ну, может быть, какие-то другие силы появятся, которые будут говорить о возрождении равенства, братства, справедливости на нашей земле. Потому что это и есть архетипические модели поведения русского народа. Но именно эти архетипические модели западная культурная революция и призвана уничтожить в русских людях. Война идет на уровне архетипических сценариев, война идет на уровне архетипического поведения. Это глубинное, бессознательное русского народа. И вот то, что они делают, они вот этой западной культурой, они уничтожают эти архетипы. И поэтому, когда никто из политиков не говорит о возрождении русской культуры, никто не защищает разрушение культуры в театрах, в школах, на сцене, никто не выступает против засилия американщины, это говорит о том, что все эти люди знают прекрасно эту политику, знают, что именно через культуру они разрушат душу русского народа. Они идут на это. Им нужно настолько людей оболванить, им нужно сейчас уничтожить душу русского народа, уничтожить сознание русского народа, а затем его уничтожить просто физически до 15 миллионов, а может быть и меньше. И поэтому слова Хакамады, это быдло мы уничтожим с помощью искусственного интеллекта, они звучат нам, как наше будущее. Они нам открыто в лоб говорят. Они поставят вас, уничтожат, а вместо вас поставят роботов, которые будут нажимать на кнопки и добывать здесь газ, нефть и полезные другие полезные ископаемые. А вас просто-напросто сотрут. Потому что иного пути в капиталистическом обществе, в мировом капиталистическом обществе, где господствуют страны-паразиты, где паразиты есть, у доноров, стран-доноров нет. Иного пути для нас нет. Тем более, что Запад всегда страдал русофобией, они боялись этих русских, непредсказуемых этих русских. И поэтому лучше с нами разделаться. Именно поэтому цифровая экономика стартует у нас в стране. Не там где-то на Западе, а у нас. У нас в стране. Именно поэтому мы идем впереди планеты всей по робоправу и по вкладыванию денег в бессмертие, в разработке проектов по бессмертию. Именно поэтому у нас кричат искусственный интеллект и цифровая экономика впереди планеты всей. Мы идем по этим параметрам. Чего на Западе на самом деле нет. Потому что это путь в уничтожение людей. Мы тут не нужны. Нужны наши недра.